итак всех приветствую дорогие друзья на своей кухне надеюсь сегодня будет интернет чуть получше я все таки догадалась включить через вай фай тоже правда слабоват пока еще но более-менее должно быть лучше значит переходим из ведьминой избы ведьминую еду как мне подсказали зрители назвать цикл программ ведьминой еда ну и прекрасно так и назовем вот обещала время от времени вам показывать готовку вот показываю значит это блюдо называется каначи то что я выставила на аватаре это не совсем то блюдо похоже чем то потому что это блюдо найти нелегко в интернете тем более что это национальное блюдо вообще дословно с армянского каначи означает зелень это блюдо грузинских армян армян из грузии здесь очень много зелени и разных ингредиентов что собственно говоря и есть основной состав блюда и так что здесь готовится жарим лук на медленном огне на сливочном масле желательно я в основном на нем готовлю следующий момент значит 6 или 7 яиц вот взбиваем хорошо добавляем горячей воды кипченой воды немного муки нужно это все хорошо перемешать чтобы мука прям растворилась воде и этих взбитых яйцах далее добавляем 3 ложки сметаны много зелени некоторые добавляют куриный бульон можно просто бульон сухой если долго делать куриный бульон добавляются кусочки ветчины или вареного мяса но я считаю что с ветчиной вкуснее хотя некоторые делают даже с колбасой вот это все нужно очень хорошо перемешать потом жарить лук сейчас я это отвожу в сторону лук прям жарится до такой вот золотистой такой уже золотистого такого цвета после чуть-чуть добавить огонь и начинаете сам процесс готовки добавляется это сюда стал останавливать камеру это неудобно его туда-сюда мотать так вот нужно хорошо перемешать с жареным луком это такое блюдо готовили и на праздники даже на свадьбы какое-то время до быстро и вкусно на самом деле так и есть перемешивайте с этим всем дальше здесь немного добавляйте вот здесь воды чуть-чуть и объясню почему начинаете слегка вот так наливать по кругу потому что вода не дает прилипнуть блюду и получается некая такая корочка поворачивать в обратную сторону чтобы пожарилась нет нужды по той простой причине что когда вы крышку закрываете она и так готовится замечательно то есть уже ничего не нужно делать закрывайте крышку и на огне оставляйте минут десять может семь смотря сколько что там опять тяпкой кто-то там тяпкой сейчас выкинем и дальше продолжим все не обращайте внимание на этих существ они не стоят нашего внимания абсолютно забыли про них и так дорогие друзья закрывайте крышку и оставляйте на медленном огне сейчас тела я могу чуть поменьше просят рецепты но я же объясняю и ты тут недолгий эфир вы можете сами записать прекрасно этот рецепт и готовить у себя дома после просто нарезается это такой получается омлет с мясом зеленью и прочими ингредиентами которые я сказала чем-то напоминает как там там называется сейчас не помню это блюдо французское но это закавказское блюдо а именно название его каначи то есть зелень потому что готовится с зеленью приятного аппетита я пойду дальше делами заниматься быстро приготовила всех накормила и пошла дальше